Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях этого дня. В эфире новости телекомпании ТВИН, студии Татьяна Зайцева и вот некоторые темы этого выпуска. Внимание! На дорогах светлячки. Магнитогорские школы все активнее стараются обеспечить своих учащихся свето-возвращательными элементами. Акулы-пера в океане информации. Подведены итоги журналистского конкурса «Город и мы». Госпожа Метелица ждет гостей. В Театре куклы и актера Буратино прошла премьера спектакля по знаменитой сказке «Братьев Грин». А начнем мы наш выпуск с темы безопасности на дорогах. Каждый год в нашей стране на дорогах травмируются тысячи детей. Чтобы снизить цифры в пугающей статистике, инспекторы ГИБДД проводят в школах классные часы, на которых говорят о важности соблюдения правил дорожного движения. И еще одна мера, популярность которой только набирает обороты, это использование на детской одежде световозвращающих элементов, значков или наклеек. В Магнитогорской школе номер 25 такими нехитрыми штуками обеспечили всех учащихся. Подробности далее. Светлячки так коротко и емко называют световозвращающие значки, наклейки, браслеты и брелоки. Есть у световозвращателей и официальное название – фликеры. От английского слова «фликер» – «мигать». Ученица четвертого класса Лиза Теслицкая прикрепила светлячки и на куртку, и на рюкзак. В школу ее провожают родители, а вот в кружке она ходит самостоятельно и понимает, насколько важно быть заметной на дороге. Мне кажется, это очень важно, потому что в последнее время очень много раз наезжают на детей, на взрослых. Инспектор ГИБДД Нонна Аверичева сегодня провела в 25-й школе классный час, на котором рассказала детям о важности световозвращателей и показала тематический фильм. Постоянно говорить детям о грамотном поведении на дороге и соблюдении правил дорожного движения необходимо, уверена она. С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий на территорию города Магнитогорска пострадали 52 несовершеннолетних ребенка. 25-я школа – одно из первых учебных заведений города, в котором всех учащихся полностью обеспечили светлячками-фликерами. Конечно, профинансировали их покупку родители, зато школа сделала это максимально безболезненно для их кошельков. Каждому ребенку светоотражатель обошелся 20 рублей, так как мы заказывали оптом на всю школу. Важность фликеров сложно переоценить. Так, при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением фликеров увеличивается со 100 метров до 350. Это дает водителю драгоценные 15-25 секунд для принятия решения. Татьяна Зайцева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Магнитогорские металлургические комбинаты и трубная металлургическая компания подписали соглашение о применении формулы расчета цены широкоформатного горячекатанного стального листа при поставке в адрес предприятий ТМК. Подписи под документом поставили генеральный директор УАО ММК Павел Шиляев и генеральный директор ТМК Александр Ширяев. Формула цены на стальной лист производства ММК определяется методом прямых затрат. Ее основные переменные – стоимость металлургического сырья и материалов, а также затраты на производство стального листа. Формула также предусматривает индексацию цены в зависимости от инфляции и колебания валютных курсов. Цена стального листа на основе согласованной формулы будет определяться ежеквартально. Срок действия соглашения – 2016-2018 годы. К другим темам. Для того, чтобы горожане как можно раньше почувствовали радость от приближения Нового года, череда праздников в Магнитогорске начинается уже в последние декады декабря. Одними из первых новогодним настроением прониклись магнитогорские ветераны. Для них во Дворце культуры металлургов имени Сергу Арджиникидзе прошел праздничный концерт. В последние годы в Магнитогорске наметилась одна очень хорошая тенденция. Ветеранов перестали делить на городских и комбинатовских, что очень правильно. Ведь и учители, и врачи, и доменщик – все работали ради единой общей цели, ради процветания родного города. Да и в организационном плане проводить объединенный праздник приятнее. Можно пригласить лучшие коллективы, сделать более достойные подарки. Именно так, объединив свои усилия, организовали торжественный вечер Магнитогорский металлургический комбинат, городской общественный фонд «Металлург» и администрация города. По традиции, в такие предпраздничные дни принято подводить итоги. Для всех присутствующих важнейшая информация, с какими успехами выходит из 2015 года комбинат. В этот год можно есть чем похвастаться. Комбинат заработал столько, сколько за год не зарабатывал ни разу в своей истории. Поэтому наметилась инвестиционная программа. Наконец мы говорим о том, что надо строить новую фабрику, агломерационную фабрику, современную, соответствующую всем санитарным нормам, чтобы людям было легче на ней трудиться. Также в этот вечер для пенсионеров прозвучали теплые слова поздравлений от председателя городского собрания депутатов Александра Морозова, от председателя профсоюзного комитета Магнитогорского металлургического комбината Александра Дерунова. Поздравил ветеранов с наступающими праздниками и глава Магнитогорска. Мне бы хотелось, чтобы в ваших семьях побольше было домашнего тепла. Чтобы ваши дети помогали вам, ваши внуки радовали вас, а мы уже и администрация города Магнитогорска, и Магнитогорский металлургический комбинат будем вас поддерживать со всех сторон, чтобы вам легче жилось. С праздником заступающим! С Новым Годом, уважаемые гости! Со сцены звучали отрывки из любимых новогодних фильмов, кружились в старинном вальсе юные танцоры. Это свежие новогодние программы, и гостей порадовали коллективы Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе. Галина Смирнова, Георгий Бадая, телекомпания ТВИН. Виталий Бахмитев зажег первую праздничную елку, дав старт новогодней кампании в Магнитогорске. По уже сложившейся традиции, именно елка главы города для одаренных детей открывает череду праздничных мероприятий. В этом году во Дворце творчества детей и молодежи она собрала 350 школьников в возрасте от 7 до 12 лет. Детям показали веселые сказочные представления, а также отметили отличников в учебе. Нынешняя елка главы города для одаренных детей проходила на особом подъеме. Благодаря четко выстроенной системе работы с юными дарованиями, Магнитка вновь признана лучшей в области. По сравнению с прошлым годом, количество победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов увеличилось на 20%. Свою лепту в это внесли многие. Только в этом году на создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала школьников Магнитогорским металлургическим комбинатам было затрачено более 2 миллионов рублей. Не последнюю роль сыграл и постоянный личностный рост самих педагогов. Только в этом году наш педагог Стильмахович Анна Юрьевна стала победителем, финалистом и победителем всероссийского конкурса «Учитель года». Четыре педагога получили гранты президента Российской Федерации. Личный пример педагогов оказался заразительным. За многократные победы в различных олимпиадах и конкурсах шестеро магнитогорских школьников в этом году были занесены в книгу «Достижения юных дарований Магнитогорска». Все они получили подарок от главы города, который отметил, что магнитка по праву может гордиться своим подрастающим поколением. И мы надеемся, что вы будете постоянно развиваться и будете постоянно двигаться вперед. И мы видим вас, будущее города Магнитогорска, с отступающим вас Новым годом, дорогие ребятишки. Пошелав школьникам новых достижений, Виталий Бахметев под аплодисменты собравшихся зажег праздничную елку, дав старт новогодней кампании в Магнитогорске. Раз, два, три, елочка, хори! Аплодисменты, елки, новогодние! Татьяна Артюненко, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. По-настоящему центральным в сфере городского медиапространства событиям вот уже десятый год подряд становится подведение итогов главного журналистского конкурса «Город и мы». Более того, и организаторы, и участники, и победители прошлых лет по праву считают, что конкурс во многом формирует это самое городское медиапространство, делает его единым во всем многообразии форматов, изданий, позиций и носителей информации. Журналист года по версии 2008 и 2011 годов Игорь Гурьянов побывал на торжественной церемонии. Созданию праздничной атмосферы очень способствует вот это стадо диких обезьян. Пройдет совсем немного времени, и они вместе с дипломами победителей и лауреатов конкурса обретут своих хозяев. Но произойдет это после того, как все гости рассядутся за столиками ресторана «Биография», поздороваются, обменяются парой слов. Городское собрание, а именно под эгидой нашего представительного органа, проходит конкурс уже десятый год, на юбилейное торжество пригласило победителей основных номинаций всех прошлых лет. Многие за эти годы сменили не только редакцию, но и место жительства, переехали в столицу, другие города области, сменили в известной степени даже образ жизни, но не болезненную, как первая любовь, преданность профессии. Напрямую на праздничной встрече власти реальной и власти четвертой не говорилось, но явно читалась в подтексте выступлений. Привыкшей в этом жить, мы, журналисты, перестаем ценить ту стройную систему взаимоотношений городского руководства и городской прессы, которая выстроилась на сегодняшний день. Эта система, как в старые добрые времена, критический репортаж в новостях возводит в ранг руководства к действию чиновника. И эта же система, в которой конкурс занимает очень важную нишу, позволяет журналистам избежать лишнего лизоблюдства при соблюдении субординации и уместного протокола. Ну я первый раз на такой оценке, ну что я могу сказать, пишущие и снимающие братья. Вы городу нужны. Что такое город? Это жители, это дома, здания. И как живет город, можем узнать только от вас. Жюри очень долго выбирало, кому отдать, и ставило баллы, и бывало так, что баллы были равны, поэтому уже консультации проводили. Вместо двух заседаний провели 4 или 5, вместо 5, 6 или 8. Начинаем. Виталий Бахметев, он впервые принимал участие в церемонии, и автор идеи конкурса Александр Морозов еще долго не сходили с авансцены, потому что процедуру вручения дипломов и обезьян решили перемежать вызовом к микрофону победителей прошлых лет, обладателей номинаций «Журналист года» и «Персонов журналистики». Стоит ли говорить, что подавляющее большинство, как руководящего, так и творческого состава телекомпании ТВИМ, неоднократно становились как победителями конкурса, так и лауреатами различных номинаций. В этот раз галерею ТВИМовских дипломов пополнила «Персона года» в журналистике, и ею единогласным решением судей стал Александр Сидельников. Я благодарю за такую высокую награду. Я также хотел бы вспомнить, что сам бы я, наверное, ничего не достиг, что это, в общем-то, награда коллектива. Большое спасибо, а всех с наступающим Новым годом! Возрожденный по просьбе городских властей цикл телепрограмм «Чистый город» в авторстве Елены Ткач также получил достойно высокую оценку жюри и диплом лауреата. Адекватно высокую оценку жюри получило и операторское мастерство Вячеслава и Владислава Гусева, заметил высокий ариапак и только разгорающихся ТВИМовских звездочек. Победителей прошлых лет отличала от участников конкурса онлайн шоколадная медаль на груди, напоминающая обладателю, победителем чего и когда он становился. Предметом законной гордости автора этих строк является двойное в 2008 и 2011 годах лауреатство в самой престижной из номинаций «Журналист года». Мы не замечаем, как бежит время. И, наверное, слава Богу, всем нам хороших новостей. Разные вы в Ютубе найдете. Спасибо. Игорь Гульянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. О культуре. Сегодня Магнитогорский театр куклы и актера Буратино представил юным зрителям новый новогодний спектакль «Госпожа Метелица». Он был поставлен по пьесе, написанной главным режиссером театра Сергеем Ягодкиным. Взяв за основу известную сказку «Братьев Грима», он ввел в историю новых персонажей и изменил сюжетную линию. Созданный в результате спектакль приобрел современное звучание и необычное сценическое воплощение, где кукольной ширмой стал кринолин «Госпожи Метелицы». Настроенный философски Сергей Ягодкин решил не только развлечь юных зрителей, но и поговорить с ними о том, какие поступки могут считаться по-настоящему хорошими. Именно этой теме он посвятил свою сказку, которую он написал не как театральную пьесу, а как киносценарий. В кино, в сценарии закладываются действия физические. То есть, получается, актер должен присвоить себе уже готовый рисунок, а в случае пьесы он его создает, этот внешний рисунок. И как бы вот эта вот штука оказалась такая мучительная. Расписав, что герои сказки делают в той или иной сцене, и последовательность развития событий, режиссер, по сути, предложил актерам самим поработать над созданием образа своего персонажа. В результате этого эксперимента родились две разных «Госпожи Метелицы». Ее по очереди играют любимицы публики актрисы Татьяна Акулова и Зинаида Бондаревская. Мне кажется, она госпожа Метелица, вот сама-то лично. Не такая вот бабуля или там тетенька, а она такая сбросная немножко. Такая сегодня и такая, ну всякая там. По характеру-то бурная, тихая, романтичная и всякая. А вот Метелица Акулова получилась дома тонкой и интеллигентной. Такое разнообразие характеров дало толчок для импровизации всей труппи. Еще одной изюминкой стало необычное сценическое решение. Местом действия всех хитросплетений были выбраны перина и клинолин «Госпожи Метелицы». В спектакле они выступают в роли главных волшебников, неожиданным образом меняя свой облик в зависимости от обстоятельств, которые, уверяют актеры, не дадут юным зрителям заскучать. Я приглашаю всех детей и взрослых на эту сказку. И с Новым годом, конечно же, желаю счастья, здоровья, отличного настроения и всегда быть благожелательным. Татьяна Артеменко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Хоккейные страсти кипели накануне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка», который принимал уже ставший традиционным матч между участницами конкурса красоты «Жемчужина» и воспитанниками социально-реабилитационного центра. Хоккей в валенках, а именно в такой интерпретации скрестили клюшки участники матча, завоевывает все большую популярность в Магнитогорске. Проводятся даже городские и областные турниры. Но случай с женщинами уникальный. Игорь Гурьянов продолжит. Кмурое декабрьское утро никак не мешает участникам действа получать заряд бодрости и хорошего настроения. Своды спорткомплекса то и дело оглашают радостные визги собравшихся на поляне. Это означает, что кто-то из этого на первый взгляд броуновского движения достиг желаемой цели. Деревянной палкой с загнутым крюком вогнал упругий каучуковый шарик в трепыхающуюся сетку ворота. Тренер «Жемчужин» Константин Мазуркевич считает текущий равный счет на табло результатом по игре. Он уверен надежности любой линии атакующей, защиты. Но мастерского признания, говорит Костя, заслуживает голкипер «Жемчужин». Сейчас забьем и все будет нормально. Воротарь вообще ловит все, пора его заявлять к Василию Кошечкину в дубле уже. Недаром говоря, что женщины попадают в зависимость, в том числе и игровую, стремительные мужчин. И то правда, временами девушки настолько были одержимы спортивным азартом, что забывали на пустырь организаторов, на льду без фанатизма, впереди подиум. А синяки на бедрах и ссадины на коленях еще никого не украшали. Но обошлось без ушибов и переломов. И с хорошим настроением для всех. Вот мы сравниваем счет. Девчонкам нравится. Вот уже второй год вижу горящие глаза. Вроде казалось бы в 8 утра все пришли такие, как бы, ну что там, где клюшки, где валенки, что откуда брать. А сейчас прям, ну действительно видно, что глаза зажглись, все уже побывали на льду. Помимо спортивной и досуговой составляющей, именно этот этап конкурса несет в себе мощный социальный заряд. Дело в том, что соперники «Жемчуза» в этом матче, друзья фонда «Я женщина», воспитанники социально-реабилитационного центра. А встреча на льду – лишь часть развернутой программы сотрудничества фонда и ребят, для которых центр стал вторым домом. Игорь Гурьянов, Владимир Ромский, телекомпания «Тури». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfizin.ru. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 25 декабря. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова